История с микрорайоном Бесаба никак не может утихнуть. В железные клещи ипотечного кредита Казкомерсбанка попала семья Половцевых. Мало того, что из-за нечистоплотости строительной организации, построивших заведомо аварийные дома, они лишились и денег, и квартиры. Так еще и Казкомерсбанк требует погасить задолженность, а это ни много ни мало 11 миллионов тенге. Еще до рухнувшего здания Половец написали заявление в банк с просьбой отсрочить платежи. Получили отказ. Тогда подали иск в суд. Ну кому хочется платить за воздух? Верните деньги за аварийную квартиру, ведь факт налицо. Но этот факт не устраивает ни суд первой инстанции, ни кассационную коллегию областного каргандинского суда. Оказывается, доводы жалобы не основаны на материалах дела. Парадокс ситуации в том, что квартиру в семье Половцевых продал Казкомерсбанк. А по закону Республики Казахстан, по Гражданскому кодексу, за некачественный товар несет ответственность продавец. Казкомерсбанк нести ответственности за проданную аварийную квартиру не желают. Хотя всем известно, что комиссии, все дома, построенные в Бесабе, признаны аварийными. Сейчас они же просто снесены. И это факт. То есть товар, проданный Казкомерсбанком, оказался сгнильцой. Бесабинцы, оформившие ипотечные кредиты в других банках, почему-то получили отсрочки ввиду форс-мажорных обстоятельств. Кабала Казкомерсбанка оказалась для Половец непосильной ношей. Непонятно вообще. А и тут же ссылаются на то, что согласно экспертного обследования и оценке общего поврежденного аварийного состояния домов жилищного комплекса Бесаба, где указано, что восстановление указанных объектов технически и экономически нецелесообразно. То есть кассационная коллегия сама себе противоречит. Есть от чего прийти в отчаяние. Сегодня, когда надежды жить большой семьей в большой квартире рухнули, все Половец обитают в тесноте малогабаритки. 23-летний сын Игоря и Людмилы ютится вместе с больной бабушкой в одной комнате. В прихожей, она же зал, обитает их дочь. Она будущий художник, но свои эскизы, рисунки вынуждена раскладывать по шкафам. На этом общем диване и спать приходится. Мы в такой ситуации, что, честно, вот даже не знаешь, с чего начать. Потому что мы на данный момент, вот с понедельника, мы можем вообще остаться без квартиры. Мы можем остаться без жилья. Мы столько денег вложили, мы откладывали деньги, часть, естественно, мы откладывали. А ведь у Казкомерсбанка даже выход есть из данной ситуации. Почему бы не предъявить иск к тому физическому или юридическому лицу, у которого банк приобрел аварийную квартиру и получить компенсацию? Вопросик напрашивается сам собой. Но почему банк не хочет этим заниматься? Ситуация вообще абсурдная. То есть суд откровенно лоббирует интересы банка. И как бы абсолютно плюя на нужды и чаяния людей и абсолютно презирая все законы, которые есть в гражданском кодексе на все эти статьи закона, никто их даже не собирается рассматривать. Странная ситуация. В правовом государстве человек не может защитить собственные законные интересы. Может быть весовые категории неравны. С одной стороны Казкомерсбанк, с другой рядовой гражданин Казахстана. У нас надежда все равно есть, конечно, все-таки на Верховный суд, который разберется, посмотрит все-таки все материалы дела, что основания для удовлетворения нашего иска были изначально. И все-таки мы надеемся на справедливость. Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский.